всем привет сегодня видео парфюмерное видео и очередной парфюм который я хочу вам показать рассказать это парфюм от бренда латафа который мы уже все прекрасно знаем пришел он мне вчера вот такой вот упаковки красивой здесь вот так вот выдвигается снимается зеркальная такая стеночка и ниша для которой для парфюма вот красивая коробка такая прям качественная и сам парфюм это моя любовь с первого с первого вздоха с первого распыления аромат очень красивый называется как хамрад хамраг кава латафа есть первая версия по отзывам она более древесная более такую мужскую сторону я как-то сомневалась покупать ее или нет и потом я увидела вот эту вот версию с кофем кава да и решила приобрести и я ни капельки не жалею это очень красивый парфюм давайте я вам сразу зачитаю ноты и поговорим о нем значит это теплый я зачитываю потому что у меня записано теплый пряный сладкий ванильный кофейный коричный амбровый этот аромат был выпущен 2023 году он молодой здесь 100 миллиграмм пробка сидит я просто снимала уже пробка вообще сидит очень крепко и и так даже тяжеловато снять это шикарно девочки это просто я не знаю находка стоит он дороже чем ароматы которые я покупала от латафа вот но он этого стоит давайте зачитаем верхние ноты корица корица кардамон имбирь и это действительно так я слышу здесь и корицу кардамон подчеркивается это все имбирь имбирь придает такой немножко холодинки свежести средние ноты это пралине засахаренные фрукты белые цветы но я здесь слышу не засахаренные фрукты а именно сухофрукты засахаренные фрукты это как-то мне кажется аромат такой более тягучий более сладкий а здесь именно я слышу сухофрукты то есть в меру сладость и вот это вот аромат именно сухофруктов именно когда высушены эти фрукты понимаете очень красиво и это все обрамляется белыми цветами это прекрасно это прекрасный красивый аромат парфюм и базовые ноты которые остаются уже да на вашем теле на вас это ваниль это кофе бобы тонко бензоин и мускус мускуса я здесь не слышу вот это ваниль может где-то там кофе я как такового кофе не слышу может какая-то нотка вот немножко как какой-то горчинки дает да но опять таки и бобы тонко придает вот этой вот сладости бензоин нота бензоина которая здесь указана она в принципе тоже дает такой вот сладкий сладкую нотку вот и а в общем в общем когда вы его открываете и наносите его можно сравнить сначала вот как как-то вот когда его открыла распылила я подумала сразу о коньяке коньяк потом штрудель выходит вот штрудель на именно начинка вот это да яблоки корица ваниль сахарок вот это вот сладостья боже мой какой он красивый вот это все вот этот вот яблочный где-то коньяк где-то штрудель и это все обрамляется белыми цветами это просто что то это очень красиво если есть у вас этот аромат напишите мне как он как вы его слышите как вы его воспринимаете для меня это просто просто красивый классный дорогой аромат я его вот нанесла на себя вчера до обеда я его получила я его нанесла на себя я его слышала целый день я пошла в душ и он на мне был потом я его снова нанесла чтобы слух слышать этот этот аромат и он я его слышала вот утром я встала я слышу его от себя конечно немножко меньше но я слышу его на себя то есть о чем это говорит это говорит о том что он стойкий не на вчера пришел комментарий от одной женщины девушки что по поводу арабских парфюмов я написала ей ответ конечно же она писала о том что арабские ароматы не стойкие поэтому они стоят дешевле я не соглашусь с этим так как и в другой какой-то другой парфюмерии там европейской корейской там японской так как вы хотите есть стойкие ароматы есть легкие ароматы которые слетают быстренько опять-таки зависит тоже это все от кожи это все индивидуально вот допустим этот аромат на мне будет держаться долго на ком-то слетит и это нужно тестировать и не соглашусь с тем что арабская парфюмерия не стойкая она очень стойкая потому что ингредиенты до который с которых делается парфюм у них он как бы более доступный поэтому парфюмы дешевле и пока что они только о себе заявляют поэтому я думаю что вот этот вот бренд латафа и ответвление альхамбра они будут повышаться в цене потому что ароматы качественные ароматы слышатся и раскрываются дорого то есть и созданы они качественно у них качественная упаковка качественные сам само наполнение поэтому я думаю что это пока не так такая цена у них сейчас их раз пробуют и цена будет повышаться особенно вот я повторюсь на латафа потому что вот латафа здесь вот какие-то прям необычные парфюмы у меня в основном те парфюмы которые мне понравились именно вот задели меня это латафа и альхамбра потому что ароматы действительно интересные достойные как бы внимание и и наполнение у них качественное поэтому не соглашусь насчет того что они стоят дешево потому что они типа не стойки нет еще раз повторяюсь не соглашусь что касается этого аромата напишите мне обязательно в комментариях я прям в восторге я честно сказать не ожидала что он мне так понравится очень красивый я прям вот балдею от него это моя прям находка я недавно снимала видео о моих любимых парфюмах от арабского бренда до латафа альхамбра и буквально я сняла за день по моему до или за два до покупки вот этого аромата а то бы он тоже туда вошел да пишите жду ваших комментариев жду ваших отзывов нравится не нравится напишите какие темы вы хотите чтобы я раскрывала на своем на своем канале помимо парфюмерии если вам это интересно нет мы останемся на парфюмах я могу рассказать вам и о декоративной косметике так как я в принципе училась и работала визажистом я могу вам рассказать об уходе потому что я много чего конечно тоже за все свое время перепробовала поэтому пишите обязательно пишите сейчас конечно декоративной косметикой я меньше увлекаюсь у меня есть какая-то база и и все потому что я переключилась вот на арабскую парфюмерию это мне сейчас очень нравится я очень интересуюсь этим поэтому да на этом все всех вам благ добра мира и всем пока